Привет, я Лия, я расскажу вам про боль. Начнем мы с такого вопроса. Поднимите руку те, кто считает, что боль это хорошо. Мы нашли мазохистов в зале. Кто считает, что боль это плохо? А теперь самый хитрый вопрос, кто считает, что боль это нормально. Отлично, но что же такое боль? Боль это сенсорное эмоциональное переживание, связанное с реальным или предполагаемым повреждением. И одновременно реакция организма, направленная на защиту этого самого организма от этого воздействия и регенерацию тканей. На анатомическом физиологическом уровнях боль сигнализирует о повреждении вот этой вот ткани и необходимости отдыха для нее, чтобы наши иммунные и прочие системы успели залечить повреждения и предупредить нас от дальнейшего риска и усугубления данной ситуации. Такие сигналы также образуют условные рефлексы. Ну типа того, как если вы сунули руку во что-то ярко сверкающее и колыхающееся, вы больше так делать не будете. Держась подальше от огня, вы немножечко увеличиваете свои шансы на долгую продуктивную жизнь. Чтобы понимать, почему мы чувствуем ту или иную боль, нужно понять ее компоненты. Сенсорный компонент это, ну давайте представим, что мы засовываем руку в кастрюльку с кипящей водой. Вот, ну как минимум неприятно. Во-вторых, вы начинаете чувствовать, что вам больно, что вам больно из-за того, что горячо, что вам больно в этой конкретной руке, в этом конкретном месте, и если вы достанете руку, вам будет менее больно. Это и есть сенсорный компонент. Вегетативный компонент, он основан на рефлексах вегетативной нервной системы. То есть, если вы окунаете руку в горячую воду, в ней начинают расширяться сосуды, и она становится красной. Вот, а если вы засовываете руку в холодную воду, сосуды начинают сужаться. Ну и вот эта взаимосвязь описывается вегетативным компонентом. Аффективный, он рассказывает о том, что условия окружающей среды влияют на наше восприятие. Ну то есть, если вы искупаетесь в водичке 25 градусов жарким летним днем, вам она покажется прохладной и освежающей. А если вы искупаетесь зимой, ну это будет как минимум неприятно. Двигательный компонент, ну мы уже не кипятим руку, мы просто колупаемся на кухне и случайно прикоснулись к кипящему чайнику. И вот до того, как вы осознаете, что вам больно, до того, как вы решаете отодвинуть руку, ваша рука уже отодвинута. Ну то есть, она основывается на рефлексах защиты. Теперь о чем-то, что реально относится больше к медицине, к моей сфере знаний, это ноцицепция. Ноцицепция — это чисто нейрофизиологическое понятие. Оно описывает восприятие, проведение и обработку сигнала в головном мозге о вредоносных процессах. Важно понимать, что ноцицепция никак не описывает эмоциональное восприятие. То есть, интенсивность передачи сигнала никак не влияет на то, насколько сильную боль вы будете чувствовать. Теперь же расскажем, как сигнал от вашего повреждения доходит до мозга. Допустим, вы все еще не уходите с кухни и резали салатик, резали помидорки, а порезали не помидорку. В вашем пальце начинается процесс воспаления. Этот процесс направлен на то, чтобы как можно быстрее восстановить ткани и предупредить организм о том, что что-то пошло не так. Он характеризуется пятью признаками. Это припухлость, палец действительно начнет опухать, покраснение, потому что расширятся сосуды кожи, и она станет красноватым. Жар, действительно, сосуды кожи расширятся, из-за этого он еще и будет немножечко теплее, чем в другом месте. Потеря функции, но также сгибать, как остальные 9 на руках, уже не получится. И, конечно же, боль. Почему мы чувствуем эту боль? Потому что, надеюсь, все здесь знают, что по нашему организму разбросаны рецепторы. Есть люди, которые этого не знают? Они классические, это химические, температурные, давление, механические и так далее. И вот раньше считалось, что мы чувствуем боль из-за того, что вот эти рецепторы, их восприятие перешло какой-то порог сверху или снизу, и поэтому мы чувствуем боль. Сейчас больше распространено мнение, что есть специальные рецепторы для боли, которые называются ноцицепторами. По сути, они являются короткими отростками нейрона, которые называются дендриты. Вот они, я не знаю, видно ли вам указку, но вот это вот все. На их концах располагаются ноцицепторы. Когда ноцицептор воспринимает сигнал о повреждении, он передает этот сигнал в тело клетки, которая такая умная, решает передать его дальше по длинному отростку, который называется аксон. Чтобы передать сигнал следующей клетке, нужно такое образование, которое называется синапс. Оно образовано мембраной аксона, который передает, мембрана аксона, нейрона, который передает сигнал, мембрана из следующего нейрона и то, что называется синаптическая щель, это расстояние между этими мембранами. В том нейроне, который у нас передает сигнал, определенные вещества, которые называются нейромедиаторы, упаковываются в такие пузырьки, они у нас называются визикулы. Эти визикулы открываются в синаптическую щель и выбрасывают нейромедиатор. Нейромедиатор связывается с рецептором, который находится на постсинаптической мембране или мембране следующего нейрона. Эта связь вызывает некоторые изменения в следующем нейроне, и благодаря этому сигнал идет дальше. Это самый распространенный путь распространения боли, то есть проведения ее в головной мозг. Это спиноталамические пути. Раньше считал, как вы можете предположить из названия, они идут через спину, спиной мозг до таламуса. Раньше считалось, что только таламус отвечает за болевое восприятие, но эксперименты, проведенные на людях, у которых по той или иной причине была повреждена сенсорная кора мозга, показали, что это далеко не так, и без коры больших полушарий боль будет восприниматься недолжным образом. Так вот, от таламуса она идет к сенсорной коре, зоны которой вы можете увидеть на этой картинке, они представлены зелененьким. Вот это первая, вторая и третья самотосенсорная зона. Эти зоны связаны с обратными связями, то есть уже нисходящими, с лимбической системой, с двигательными центрами, с ретикулярной формацией, тем же таламусом и через них обратно в спиной мозг, чтобы иметь возможность повлиять на наше эмоциональное восприятие и привести к какому-то движению, которое может ограничить повреждающий фактор. Ну, это, собственно, все. Как быстро рассказать что-то сложное. Надеюсь, вы поняли, что такое боль, какие компоненты в нее входят, чем она отличается от ноцицепции и в чем заключается суть надцицепции. На этом спасибо. У вас есть какие-то вопросы? АПЛОДИСМЕНТЫ А расскажите, пожалуйста, где этот медик? Кто вы зачитали? Ну, немножечко. Что интересного в этом обычному человеку? Зачем ему нужно это знать? Что вам в это все привлекает? Ну, мне кажется, что сюда приходят люди, у которых самый частый вопрос в жизни – это почему? То есть, почему так? И с болью мы сталкиваемся, ну, если у вас нет врожденной анальгезии, то с болью вы сталкиваетесь с тем или иным видом каждый день. И вот я была, когда помладше, мне было интересно, почему. Вот я узнала и решила поделиться. Все? О, нет. Давай. Человек не может вообще привыкать к боль? Какой предел? Нет, это единственное ощущение, к которому человек не может привыкать априори. То есть, если к постоянному раздражению других рецепторов через время можем привыкнуть, то к боли нет. А можно взять какое-то предложение о веществе П? Хорошо. Вещество П – это такое вещество из семейства тахикининов. Оно является нейромедиатором. Таких болевых ощущений оно выделяется, когда у нас есть механическое раздражение. То есть, допустим, ты поцарапалась обо что-то, ехала на роликах и решила поцеловать асфальт коленками. Ну вот, для этого нужно вещество П. Ты хочешь что-нибудь еще? А мнимая боль? Мнимая, ну вообще, боль делится на три типа. Это ноцогенная, которую я рассказала вам, потому что она больше всего изучена и чаще всего встречается. Это нейрогенная, ну то есть даже и радиация и так далее. И мнимая или фантомная боль, она психогенная. Но там все вообще никак не изучено, поэтому это вообще страшно. Да. Можно вопрос в какой-то мере в продолжение того, что случилось только что? Я слышал, что якобы человек, который созерцает боль, и человек, который испытывает боль, у них работают одни и те же участки мозга. Ну, это больше к психогенной боли относятся. То есть, есть наблюдения такие, но это еще не доказанный факт, поэтому я не могу говорить так это или нет. Но это ненаучно немного. То есть, такое наблюдалось, да, но еще не доказанный факт. Вы что-то хотели. Какой механизм возникновения болевого шока? Болевой шок, любой шок возникает из-за того, что начинает падать давление. То есть, из-за того, что мы испытываем слишком большое повреждение, у нас начинает падать давление на периферии, и из-за этого начинается развитие шока. Почему это болевой шок, а не шок, связанный с падением кардиогенной? Нет, любой шок связан, он там кардиогенный, бывает анафилактический, то есть, они называются по причине. То есть, если причиной стала боль, то это болевой шок. Если причиной стала анафилактическая реакция, то это анафилактический шок, ну и так далее. Почему некоторые люди получают удовольствие от боли? А, мы вернулись к мазохистам. Дело в том, что вот это все люди, которые получают удовольствие от боли, ну вот как от практики, скажем так, вся эта практика направлена на то, чтобы сначала у организма выделялись серотонин, дофамин и так далее, то есть то, что уменьшает боль. Если сначала начнет выделяться адреналин, который у нас выделяется в норме, когда у нас есть какое-то повреждение, то человеку не будет вообще приятно. Да, давай. Я слышал, есть люди с патронами, которые это не чувствуют. Врожденная аналгезия и как-то он… Ну смотри, это вообще плохо, у таких людей чаще всего есть деформации в функциях опорно-двигательного аппарата, потому что вот видишь, я с ноги на ногу переминаюсь, потому что я не могу выбрать, где больнее. Вот. А они вообще этого не чувствуют, то есть… И в том числе, ну вот, ты попил там чаек, водички, и когда тебе уже очень-очень надо, ты этого не почувствуешь. То есть много неловких ситуаций возникает. За этим нужно следить. Да, да, да. А можете рассказать разницу боли внутренних органов и внешних органов? Ну смотри, это деление боли на висцеральную, то есть глубокую поверхностную. Разница в том, что ноцицепторы вот эти вот, ну, если надо… А, ну ладно. Вот. Ноцицепторы, они располагаются просто не на слизистых оболочках, они располагаются в толще органов. То есть вот самый яркий пример для меня – это люди с острым гастритом. То есть они не чувствуют, что им больно до тех пор, пока им не разъело в чем-то слизистую. И они не начинают чувствовать, что что-то действительно не так, возможно, пора сидеть на диете. Ну, на этом все, наверное, спасибо. Я передаю власть другому. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ